Здравствуйте! Вы на канале Синие Крылья. Недавно в Минске проходила трехдневная специализированная выставка зооиндустрии. Там была обширная программа лекций, презентации, семинары, розыгрыши и лотереи. Я приехала, чтобы прослушать лекцию орнитолога о содержании птиц в домашних условиях. Также мне хотелось купить корма и игрушки для попугаев. Нашла всего лишь два павильона с кормами, которые работали в формате выставки, но не продажи. Ничего нового не обнаружила, эти корма есть в зоомагазинах. В этом павильоне купила поводок и лакомство для своей собаки. Здесь также был стенд с игрушками и кормушками для птиц и разборными деревянными игровыми площадками. Все было представлено в более широком ассортименте, чем в зоомагазинах. К теме игрушек я вернусь в этом видео, а сейчас предлагаю вам прослушать фрагмент лекции о содержании попугаев Жако и Ара. Мне не удалось записать видео с рассказом о волнистиках, неразлучниках, кореллах и канарейках, но рекомендации о содержании крупных попугаев применимы и к более мелким видам. Кстати, попугаи-монахи-квакеры в лекции не упоминались. После лекции был розыгрыш канарейки, в котором я тоже поучаствовала. Но канарейка досталась другому счастливому владельцу, к большому облегчению членов моей семьи. Считается самой разумной птицей на Земле. Единственное, что очень важно, входит в список СИТЭК для ограничения и запрещения ловли этих птиц в дикой природе. И только по разрешению СИТЭК и его представительства в какой-то стране, эту птицу можно продавать внутри страны или из-за его предела. Ну, это если официально. Значит, самые талантливые птицы, до полутора тысяч слов и даже фраз. Птица может считать. Птица понимает, что такое ноль. Птица понимает, что она говорит и в какой момент. То есть, я хочу поесть, он и говорит, я хочу поесть, да я хочу играться, он идет играться. То есть, очень-очень умная птица. Ну, она, конечно, крикливая. В дикой природе они вообще очень шумно говорящие. Много чего кричат, шумят, повторяют звуки электроники телефонов, собак, кошек. То есть, зачастую не поймешь, что в доме ты живет только одна птица. Такое ощущение, что там гараж и зоопарк сразу. Питание. Корма, смеси. Но тут уже надо смотреть, не всегда есть готовые смеси. В основном там орехи, семена подсолнечника, тоже надо овощи, фрукты. Раз у нас орехи, птицы, чтобы было тоже не скучно, обычно рекомендуются орехи полностью не раскалывать, если мы даем какую-то вкусняшку. То есть, чтобы тоже птица занималась, пыталась она его открыть, чтобы там стоящего на клюв, чтобы было чем занять. Если птица, вообще вот птицы от Жако и больше, ну, корылы еще, очень склонны к такому заболеванию, как сама щена. Почему они склонны? Потому что птица очень разумна и если ей скучно, если ей что-то не нравится, если она просыпается раньше владельца там на два часа, она сидит голодная или просто ей некуда посмотреть в окно, она начинает... Чем заниматься? Ну, как обычно, ногти грызут, да, люди, а они начинают ощипываться. Это говорит именно о высоком разуме птицы. Если мы даем разнообразие в жизни, развлечения, птица себя ведет адекватно. Значит, из вкусняшек тут много чего перечислять не будем. То есть, все, что есть у нас в магазинах, свежий, ну, кроме лук, чеснок, авокадо категорически нельзя никому дать. Человеку, наверное, тоже не стоит большого количества. Арбузы, дыни, теперешнего сезона тоже не стоит много случаев отравлению птиц. Все остальное, пожалуйста, в разумных пределах. Значит, купание и развлечение. Купаться они тоже очень любят. Опять-таки, птичку потом высушиваем феном, полотенчиком, бумажным или просто и играемся. Они найдут себе тоже развлекуху. Особенно, если есть маленький ребенок. У маленького ребенка есть игрушки. Это все. Они будут вдвоем с маленьким ребенком играться. Это как маленькая собачка или котенок. Но с ним только даже, мне кажется, интересно. Ара. Таких у нас немного, но тоже есть в Белоруссии. Тоже иногда приходят ко мне на приемы. Это птица немножко другого уже диаметра, скажем, другой категории. Тоже очень умная, но меньше говорящая, чем Жако. Считается обладателем самого крепкого клюва на земле. Самого сильного, самого мощного. Если пальчик захочет перекусить, я думаю, что перекусить легко с хрустом. При хорошем уходе может прожить очень долго. Среднюю человеческую жизнь может быть даже и больше. Опять-таки, нужен хороший уход, содержание. Так как птицы очень интересные, тоже очень разумные, их еще по источникам содержали индейцы до Колумбовой Америки. То есть, птица должна была привыкнуть с тех пор к человеку. Относится к разряду говорящих птиц, но говорят тоже не очень много, хотя говорят, да. Значит, по поводу клетки, а лучше даже уже вольер, потому что просто клетка не подходит. Клетка метр на метр и на два метра в высоту, это просто поспать ночью. Вообще, вольер должен быть большой, чтобы птица могла летать. Вообще, любая птица должна летать. Особенно попугай, но вообще, птицы в наших условиях вообще всегда должны летать, чтобы уменьшить вероятность развития такого заболевания, как аспергиллез. Грибок есть везде, в случае, если птица не летает, в воздухоносных мешках начинается бурное развитие этого грибка и, к сожалению, вы лечите его невозможно. Можно постараться только стабилизировать состояние птицы и потом повторные курсы лечения ежегодно, то и каждые полгода. Поэтому птица должна максимально много летать. Для такой птицы, чтобы она могла летать в вольере, сами понимаете, 10 метров туда, 10 метров сюда, лучше уже вольер на улице и маленькая клеточка, где он может поспать. Птицы хорошо переносят нашу погоду, если они адаптируются, климатизируются достаточно долго. Ну, например, приехали к нам весной теплые уже, все лето провели на улице, к осени и даже зимой они замечательно живут зимой на улице. Единственное, что если очень сырая погода и сильный ветер, естественно, надо тогда укрытие от сквозняка ветра. А во всех остальных случаях они очень хороши. Значит, ну, вот видео, как птичка у нас тут купается, ну, я потом могу вам показать. Купается, получает удовольствие, что-то там разговаривает, сама себе радуется жизни. Игры и физические упражнения играют огромную роль в содержании здоровья. Но, опять-таки, организм большой, нужна дозированная физическая нагрузка. Без нагрузки мы жиреем, мы начинаем меньше летать и замкнутый крох. Поэтому физическая нагрузка, нагрузка, еще раз нагрузка. В рационе яблоки, груши, морковь, все это орехи грецкие, небольшое количество арахиса, бразильский, смесь семян подсолнечника, проса. Но здесь единственное, что корма для маленьких птиц, естественно, не подходит, потому что птице с большим клювом, ей просто банально неудобно питаться маленькими зернышками, как нам маковые зернышки собирать. Поэтому зерно должно быть размером больше, более подходящее для размеров птиц. Минеральная подкормка, опять-таки, песок. Песок важен, но не всегда. То есть в большинстве случаев, естественно, в желудке гастролиты находятся, но они находятся там очень долго. Поэтому иногда владельцы беспокоятся о том, что ай-яй-яй, наша птичка песочек не ест, значит ей это не надо. То есть в абсолютном большинстве случаев при проведении рентгенологических исследований у птицы в желудке всегда достаточно гастролитов. Песочек, ну, пускай будет, не помешает. Кальций, мел, кто-то покупает скелет каракатицы, кто-то растирает яичные. Скорлупу, но опять-таки яйцо. Если мы хотим птичке дать скорлупу, я обычно рекомендую снимать пленочку изнутри, давать только мел, потому что, опять-таки, это продукт животного происхождения, мы можем рисковать жизнью и здоровью животных. Лекцию читал Александр Полос, главный врач ветклиники «Главная хвост». После лекции я обнаружила павильон с очень интересными игрушками для попугаев, которые никогда не видела в Минске. Были не только маленькие игрушки для волнистиков и неразлучников, но и просто огромные варианты для Жако и Ара. Кроме того, был хороший выбор игрушек для моих средних попугаев. Меня смущал только краситель, входящий в состав. Но пообщавшись с продавцом, выяснилось, что все игрушки американского производителя и все красители пищевые, разрешенные для птиц. Я купила три большие игрушки для моих попугаев, все вместе они стоили около 15 долларов. К слову, на американском сайте их цена в несколько раз выше. При этом качество, на мой взгляд, соответствует именно американским ценам. В Минске игрушки этого бренда не продаются, но предприниматель может высылать их почтой из Бреста. Контакты оставлю под видео в описании. А здесь адрес американского сайта, на котором можно ознакомиться с ассортиментом. А сейчас покажу вам игрушки, которые я выбрала для своих попугаев-монахов. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok